МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем городе открыли свои двери для первых избирателей. За самыми дисциплинированными наблюдала Айгуль Мухамедшина. Избирательный участок номер 458 находится в селе Маячный. По списку здесь зарегистрированы 2018 избирателей. Члены комиссии и наблюдатели приступили к работе задолго до открытия участка. Согласно правилам, были проверены, затем опечатаны урны и переносные ящики. Ровно в 8 часов председатель комиссии Евгений Ульянов объявил об открытии избирательного пункта. Прошу залезть в свои места. Время 8.00. Участок номер 458. Объявляйте открыты. День голосования здесь начался с озвучания гимна России и Республики Башкортостан. К открытию избирательного участка собралось порядка 6 человек. В основном люди торопились на работу. Тем не менее, пришли проявить свою гражданскую позицию. В числе первых избирателей Виктор Дудин. Мужчина говорит, что пришел голосовать перед тем, как идти на работу. Стараюсь голосовать, потому что у меня дети, внуки есть. Чтобы лучше была жизнь, надеемся. Чтобы дороги были хорошие, особенно Маячный. С утра решила исполнить свой гражданский долг и Татьяна Дружинина. Хочется, конечно, чтобы жизнь наладилась, чтобы лучше всем жилось. Для этого и ходим. Маячинцы всегда проявляли активность на выборах. Вот и на этот раз в течение первого получаса проголосовало порядка 30 граждан. Причем люди шли разного возраста. Многие приходили голосовать семьями с детьми. Они же на нас самые лучшие надеемся. Надеемся, что наша Россия вообще будет процветать. И будет вообще в нашем мире все прекрасно. И хотим, конечно, чтобы был самый главный мир. Самое главное. А все остальное для нас депутаты сделают. Мы надеемся на это. Мы верим в это обязательно. Видите, пришли даже с будущим поколением. Так что вот с нучатами ходим голосовать. Потому что верим в это во все. Первый раз голосовал Виталий Смирнов. Председатель комиссии Евгений Ульянов поздравил молодого человека с важным событием в его жизни. И вручил памятку от Центра избиркома. Я со всей комиссии поздравляю вас с вашими первыми выборами. Вы проявляете свою гражданскую позицию и продолжаете делать так дальше. В интервью молодой человек отметил, что был готов делать свой выбор. Поэтому было несложно в списках найти нужную ему партию и кандидата. Я считаю, что каждый человек должен высказывать свою гражданскую позицию. А то, что молодежь проводит такую сейчас политику, что все за них выбрано, это неправильно. И каждый человек должен делать выбор, чтобы его голос был услышан. Вся работа избирательного участка находится под контролем наблюдателей от различных партий. В целом они отметили хорошую организацию работы. Нарушений не выявлено. В целом, остановка, как видите, довольно-таки спокойная. Люди приходят, голосуют. По поводу нарушений никаких особых нарушений мы не заметили. Если какие-то были замечания, то они все были выполнены председателем комиссии и членами комиссии. Все в общем в порядке. На данный момент нарушений не наблюдается. Обстановка спокойная. Председатель участковой избирательной комиссии отметил хорошую активность избирателей и доброжелательную атмосферу выборов. Всегда надеемся на максимально большую явку, чтобы каждый житель села пришел и проявил свою гражданскую позицию, сделал свой личный выбор. На явку, конечно же, надеемся, что будет очень много. В день выборов выдалась пасмурная и дождливая погода. Но это не повлияло на явку избирателей. Количество голосующих осталось примерно на уровне показателей предыдущих лет. Так, полудню свой гражданский долг на этом участке исполнили около 350 человек. В самом же городе в числе первых избирателей на участок для голосования прибыл глава администрации города Борис Беляев. Материал Константина Меркушева. С самого утра жители города начали приходить на свои избирательные участки. Одним из первых ходил свой гражданский долг глава администрации Борис Беляев вместе со своей супругой. Я всегда стараюсь рано приходить, стараюсь рано выходить на работу и стараюсь рано работать. Поэтому для меня это очень важно прийти одним из первых и отдать свой долг своей родине. Мы видим, что наши кумертаусы идут голосовать. В день с ужас погоды немножко не повезло. Но уверен, что наши люди, наши земляки кумертаусы придут и отдадут свой голос за ту или иную партию, за того или иного кандидата, который симпатизирует. Я уверен, что мы выберем тот состав Государственной Думы и тот состав Совета городского округа, который будет работоспособен и с которым будет легко работать на благо нашей страны и нашего города. С какими настроениями начали? Настроение хорошее, настроение замечательное, бодрое. И мы всегда с уверенностью смотрим вперед. Что же касается явки избирателей, то в единый день голосования ближе к 10 часам утра на участке номер 434 проголосовало порядка 100 избирателей. Считаю, явка вполне удовлетворительна. На данный момент, при данной погоде это вполне хорошая явка. Основная явка будет ближе к 19 и после 19. Молодежь обычно появляется только после двух часов. Как обычное явление, с утра любят спать. На каждом участке находятся наблюдатели с каждой партии. Именно они осуществляют наблюдение за деятельностью избирательной комиссии. Смотрим, наблюдаем за всеми. Главное, чтобы ничего не подложили. Вот это все наблюдаем. И будем здесь до конца протокол. Чисто сами все штабы относим. Ну вообще пока чисто проходят выборы? Да, пока чисто. То есть никаких замечаний нет? Нет, пока нет еще. Ну все сразу, все замечания или что-то сразу все. Мы передаем штаб так же все. И там уже решается вышестоящими людьми. По словам председателя Анатолия Николаевича, в этом году избирательная кампания, как и всегда, проходит на высоком уровне. Пока никаких нарушений замечено не было. Члены участковой комиссии и наблюдатели, которые здесь присутствуют, достаточно активно принимают участие. Во всех вопросах участковой комиссии не мешают. Наоборот, помогают по мере своей возможности. Следят за порядками и так далее. Во всех отношениях я пока считаю удовлетворительно. Даже можно говорить хорошо. Как мы сами убедились, жители приходят на голосование, осознавшие до конца, что будущее в их руках. И именно сейчас они должны сделать этот выбор. Строение хорошее, бодрое, выбрать, так сказать, будущее для себя, для своих детей. Во-первых, это, мне кажется, долг каждого гражданина, потому что мы живем в этой стране, мы должны сами делать будущее этой страны и настоящее. Чтобы будущее свое определить, как нам жить дальше, как быть, как исполнилось время идти голосовать. Постоянно хожу. Сама была в избирательной комиссии много лет здесь, в городе. Большая посещаемость была замечена во дворце угольщиков. На два избирательных участка к 11 часам дня проголосовало около 600 человек. Правильно, неправильно, но проголосуем. Довольны они нами, недовольны, тоже не знаем. Какие надежды возлагаете на новых депутатов? Ну, хотя бы подняли маленько, действительно, цены хоть не прибавляли бы. Хоть некоторым вот, ну, у меня ладно, хватает пенсии. Все же, как и ветеранские какие-то. Я работала на брикетной, на угольной промышленности, все же мне пенсии вроде ничего пойдет, для меня хватает. А некоторые вот получают очень маленькую пенсию. Хоть маленчик подняли бы. Ну, конечно, слишком не надо баловать. Избирательные участки работают до 8 часов вечера, после чего состоится подсчет голосов. И уже завтра будут объявлены результаты голосования. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Наши съемочные группы продолжают работать на избирательных участках и в эти минуты. В понедельник расскажем о том, как проходило голосование на дому и ждем материал закрытия избирательных участков и процедуры подсчета голосов. Также в понедельник будут известны предварительные итоги голосования. 14 сентября глава Башкортостана Рустем Хамитов посетил Куюргазинский район и город Кумертау. Первым пунктом в маршруте главы была Бугульчанская солнечная электростанция, первая очередь которой была введена в декабре 2015 года. Рустем Хамитов поинтересовался режимами работы станции и объемами выработки электрической энергии в зависимости от времени года и метеорологических условий. Начальник участка Владимир Апракин сообщил, что годовой план по Бугульчанской электростанции 6 гигаватт в час. С момента пуска станции уже получено 4 гигаватта. С вводом в эксплуатацию второй и третьей очереди годовая выработка составит 17-18 гигаватт в час. В перспективе станция сможет обеспечить 60-70% потребности всего района в электрической энергии. Также Рустем Хамитов ознакомился с деятельностью компании Ротерфлай, посетив летно-испытательный комплекс. Рустем Закиевич осмотрел площадку летно-испытательного комплекса, посетил конструкторское бюро, общался с инженерами. Глава региона положительно оценил проделанную работу, особо отметив необходимость запуска серийного производства новых машин, поскольку их востребованность различными отраслями экономики очень высока. Кумертау глава Башкортостана проинспектировал ход реализации инвестпроекта по строительству маслоэкстракционного завода мощностью переработки 1200 тонн семян подсолнечника в сутки в селе Маячный. Общий объем инвестиций с 2014 года составил более 3 миллиардов рублей. В настоящее время завершен первый этап реализации проекта, предполагавший строительство масла прессового цеха мощностью переработки 350 тонн сырья в сутки. Возможности цеха позволят выпускать 47,5 тысяч тонн нерафинированного масла и 50 тысяч тонн жмыха в год. На втором этапе будет введен в эксплуатацию цех экстракции, что позволит предприятию выйти на проектную мощность. Работы по его строительству и оснащению планируется завершить в 2017 году. Итоги рабочей поездки были подведены в городскую администрацию на встрече с активом муниципалитетов. На встрече побывала и Гульнас Филатова. В своем выступлении Рустем Хаметов провел анализ проблемных вопросов в различных сферах жизнедеятельности по республике, району и городу Кумертал. Им было отмечено получение в скором времени городом статуса ТОСР, который в будущем позволит успешно привлекать в Кумертал инвестиции и развиваться во всех направлениях. Также глава республики рассмотрел отчет о прошедшем на прошлой неделе инвестпикнике и назвал перспективным направление подобных мероприятий в решении социально-экономических проблем в Кумертал. В своем докладе Рустем Хаметов сообщил об улучшении показателей по республике в экономическом и промышленном производстве и плодотворной работе кумертауских предприятий. При этом еще не на полную мощность включился в работу инвестиции химический комплекс наш, там были ремонты и модернизация определенная. Дальше вот Кумап еще тоже работает не на полную мощность, скажем так, предприятия в нашей строительной области. Еще по-настоящему не достигли тех объемов, которые рассчитаны. Но август к августу месяцу плюс 7%. Это безусловно хороший показатель и по итогам 8 месяцев мы почти на 2% опережаем промышленное производство прошлого года. Основным способом решения социальных вопросов глава республики определил привлечение инвестиций. В ближайшие годы большую часть финансирования планируется распределить на строительство различных социальных объектов, спортивных комплексов, школ, больниц, в том числе на реконструкцию имеющихся сооружений. Вместе с Министерством экономики работаем над тем, чтобы значительная часть нужных, необходимых наших людей объектов все-таки были реализованы. Минимум 100, это, как говорится, уже не обсуждается. Кроме выделения средств на строительство, в этом году финансирование было направлено на реконструкцию и строительство дорог, освоение современных технологий для улучшения качества и долговечности асфальтовых покрытий. В этом году в дорожное строительство будет направлено 15 миллиардов рублей. Никогда, я еще раз повторяю, никогда дорожное хозяйство Республики Башкорстан таких денег не видит. Мы работали на уровне 10, 11 миллиардов, в этом году 15 миллиардов. И в основном вся эта денежная масса направлена на ремонтные дороги, на остановительные дороги, на ремонтные работы, на восстановительные работы и так далее. В рамках совещания после доклада главы Республики присутствующие смогли задать ему свои вопросы. У нас 22 года в городе работал при Кумантовском институте, один замочилищах в России. Но в 14-м году, в 14-м году, в декабре, мы будем кредировать. Что за кредирование? Аэрокурты. А, аэрокурты. Да, да, да. В связи со сложным положением финансового. Скоро у нас берет, но у нас есть проблема с капитальным построителем ремонта в районе ЦУН. Значит, что касается восстановления техники, речь идет о ремонтах. А два ремонта, прежде всего, письмо мне на столу через двору города. Мы подумаем, как работу организовать. Аэрокурт был, есть и будет в Кумантовке. Это огромное обещание. Значит, закрыть его мы не позволим ни при каких обстоятельствах. В завершении своего выступления Рустем Хамитов отметил, что для успешной реализации намеченных планов и имеющегося в республике потенциала необходимо наращивание темпов модернизации экономики. А основной задачей правительства является улучшение благополучия жителей республики и повышение качества жизни в Башкортостане. Я вам желаю хорошую работу, плодотворную работу, чтобы у вас все получалось. И безусловно, мы вам будем помогать. Мы вместе. Мы вместе трудимся, вместе работаем. Вы рассчитываете в любой сложной ситуации на нас. Это правильно. Мы никогда не бросаем. Будь то стихийное явление, чрезвычайная ситуация, или какая-то сложная общественная ситуация возникшая. Никогда, никогда все метрополитеты, все регионы не будут отделены нашим днем. Для нас все абсолютно разные. Рабочая поездка главы региона завершилась посещением строящегося в нашем городе крытого ледового катка. На объекте побывал и Константин Меркушев. Строительство крытого ледового катка создаст дополнительные возможности для спортивного роста города. Рустем Хамитов лично убедился, над строительством крытого ледового катка трудятся опытные специалисты. Основной этап строительно-монтажных работ подошел к концу. Вместимость арены рассчитана на 600 посадочных мест. Также будут оборудованы 6 раздевалок, тренажерный зал, помещение для проката коньков, а также зеркальная комната для тренировки фигуристов. По словам директора общества с ограниченной ответственностью «Акрополь» Хайдара Гайсина, финансы, которые были выделены, освоены. Чтобы закончить строительство здания, рабочие ждут нового этапа финансирования. Сегодня мы завершили практически третий этап финансирования, третий контракт долевой. Освоено 132 миллиона. Если в масштабах смотреть, подняли весь каркас, обшили снаружи и с витражами, и материалами фасадными, завершили кровлю, подвели наружные все сети. На сегодня вот такой этап. Внутри проведены электропроводные части, и в основном штукатурка тоже завершена. Заливка полов выровнена под чистовую отделку. Сейчас осталось из серьезных объемов это ледовое поле, которое мы сейчас готовим. Город ждет следующего этапа финансирования. Строители ждут ассигнования уже сейчас. Однако финансирование прогнозируется только с начала будущего года. Мы надеемся, что нам немножко лимит найдут, выделят средства в этом году, чтобы не стоять до Нового года. И как бы хотелось, чтобы не стоять и завершить строительство, как бы задаваемые сроки в июне, чтобы торжественно этот дворец наш открыть, для нас который дворец, да, в июне. Если так не будет происходить, но в любом случае чуть с опозданием, я думаю, с Нового года, если будет финансировано, может там сдвинется срок, но в любом случае за летний сезон, я думаю, завершим этот объект. На неделе в городской администрации состоялось заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности нашего города. Участие в совещании приняли заместитель министра финансов республики Наталья Калугина, глава Кумертауской мэрии и руководители предприятий города. В этом году Кумертау будет присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. В будущем это позволит получить льготы на страховые и налоговые взносы. Статус успешного муниципалитета привлечет инвесторов и позволит улучшить экономику в целом. О перспективах развития городских предприятий после получения городом статуса ТОСР в своем выступлении на заседании комиссии рассказал глава администрации Борис Беляев. ТОСР предоставит резидентам возможность ускорения инвестиционной окупаемости, позволит увеличить налоговые преступления в бюджете всех уровней и создать более 25 тысяч новых рабочих мест. Кумертау – это огромнейшая цифра, 25 тысяч новых рабочих мест, потому что, если судить по Центру здравоохранения, то у нас 400 человек. Неформальная заставка, но столько же существует, но она не такая уж высокая. Поэтому 200 тысяч человек нам очень сложно будет найти. Нам придется работать со студентами, с выпускниками вузов, и с теми людьми, которые уехали за пределы города Кумертау, потому что мы вернулись и нашли тут свою нишу. На сегодняшний день в городе ведется работа по подготовке инвестиционных площадок. Заместитель министра финансов Республики Наталья Калугина отметила тот факт, что в городе Кумертау управленческая команда проявляет максимум усилий для решения экономических и социальных проблем. Руководители городских предприятий также занимаются формированием успешных производственных проектов. Как выходить из этого положения завода? Способ только один. Закрытие в 2016 году наших долгов по гособоронозаказам 2015 года. Это 16 вертолетов. Выполнение в 2017 году досрочного всего гособоронозаказа. Плюс продажи вертолетов и завершенки. Их у нас на сегодняшний день почти 5 миллиардов рублей. Активно реализуют производственные проекты городское предприятие «Маслоэкстракционный завод». С докладом о показателях на предприятии и итогах инвестиционной работы выступил директор завода Владимир Емелин. В этом году на 1 июля создано 85 рабочих мест. Строительство транспортного цеха планируется в следующем году. Цех рафинации будет построен в 2018 году по плану. По итогам совещания были определены основные проблемные вопросы в экономической и социальной сфере города. И выбрано несколько направлений деятельности для управленческой команды и руководителей городских предприятий в улучшении и развитии финансовой стабильности муниципалитета. Город Кумертау – это та территория, которая действительно может стать территорией, опережающей в развитии. Город, в котором грамотная управленческая команда, которая ведет за собой, с которой можно идти, можно идти действительно к развитию. Это люди, которые ставят перед собой амбициозные цели, добиваются этих целей. Действительно, реально виден прогресс, видно, что город развивается, становится краше и комфортнее. Очень порадовало, что люди на улицах улыбаются. Может быть, это тут, конечно, и погода способствует. Но я думаю, что в первую очередь это комфортные условия жизни. В среду в здании городской администрации прошло заседание комиссии по выделению финансовой поддержки субъектам среднего и малого предпринимательства города. На конкурс был подан 71 пакет документов. Кому сказали «да», а у кого еще будет возможность доработать, узнавал мой коллега Константин Меркушев. Конкурс проходил с 17 по 27 августа. На этот раз рассматривали распределение денег из федерального и республиканского бюджета. Общая сумма денег – 95 миллионов рублей. На заседание было представлено 4 вида поддержки – стартап, лизинг, приобретение оборудования и социальное предпринимательство. К сожалению, большое количество предпринимателей получили отказ. У нас отказано в оказании поддержки 48 предпринимателям. 13 пакет документов мы вернули на доработку, и только 10 предпринимателей прошли тот конкурс на отбор, и допущенный, к которому будут выделены денежные средства. Среди основных причин отказа является наличие задолженности у предпринимателей. В основном эта причина касалась начинающих бизнесменов. Предприниматели, обращающиеся за поддержкой в администрацию, должны иметь в виду, что у них не должно быть задолженности не только по предпринимательской деятельности, но и как у физического лица. И, конечно, хотелось бы обратиться к предпринимателям, кто только у нас новички, чтобы, пожалуйста, сходить в налогу инспекцию, прежде чем сдавать пакет документов, уточнить, есть ли у вас задолженность, как у физлица. Большой блок отказа у такой поддержки, как социальное предпринимательство. Из 12 пакета документов ни один предприниматель не был допущен. По словам Ирины Александровны, бизнесмены не до конца понимают суть поддержки социальное предпринимательство. Если предприниматель открывает, допустим, кинотеатр, он показывает какую-то большую долю фильмов малообеспеченным семьям, детям, очень часто приглашает в школу в садики, бесплатно это все транслирует. Или он содержит половину коллектива, у него половина коллектива трудится, которые это или пенсионеры, или безработные, или женщины с детьми до семи лет. То есть это люди, которые требуют какой-то определенной опеки. То есть два критерия, когда человек является социальным предпринимателем. В связи с большим процентом отказа в поддержке бизнесменам, на заседание было предложено разработать нормативный сборник. В методическом пособии будут отображены основные причины недопуска на конкурс, а также правильность оформления пакета документов. Мы это обязательно сделаем и, конечно же, разместим на своем сайте, передадим в Союз предпринимателей и будем при консультации предпринимателям выдавать это методическое указание. Но нам нужно какое-то время на то, чтобы его разработать. Еще можно подать документы на субсидию социального предпринимательства. Только уже в конце сентября, когда объявят новый конкурс. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Один миллион рублей на оборудование. Такую поддержку за инновационный проект получит на днях Республиканский политехнический лицей-интернат. Учебное заведение стало победителем конкурса «Инициативный инновационный проект» в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования. Повышение качества образования. Такую цель ставит каждое учебное заведение. У всех свои методы и пути для ее достижения. В том числе улучшение материально-технического состояния. Однако не всегда на оснащение хватает средств, выделяемых из республиканского или местного бюджетов. Выход для решения проблемы нашли в политехническом лицее. Педагоги приняли участие в грантовом конкурсе. В рамках федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 мы участвовали в конкурсе «Инициативный инновационный проект». В этом конкурсе участвовало более 700 школ Российской Федерации. И вот нам удалось выиграть этот грант в размере миллиона. Мы очень рады, потому что проект у нас тоже очень интересный. Проект как раз-таки школа, вуз, преемственность такая школа, вуз, предприятие. Поэтому мы работали совместно с нашим кумертовским филиалом УГАТУ и с нашим предприятием, авиационно-производственным предприятием. В рамках этого проекта мы хотим приобрести и 3D-принтер, и другое оборудование, которое действительно нам поможет еще и в дальнейшем участвовать в других проектах. Учебные заведения планируют также приобрести компьютерную и лабораторную технику, интерактивные доски. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин, Новости. Мероприятие под названием «100 вопросов взрослому» состоялось в 10-й школе. Гостем стал старший судебный пристав Арджиникидзовского района города Уфы управления Федеральной службы судебных приставов Степанов Александр Валерьевич. Ученики кадетских классов задавали интересующие вопросы гостю. Об этом и другом в нашем следующем репортаже. В городе Кумертау Александр Степанов работал руководителем местного отдела приставов. Теперь, спустя два года, старший пристав вновь в родном для себя городе. Особенность приезда не только в общении со школьниками, но и в особенном патриотическом воспитании детей. Нашей службой уделяется широкое внимание патриотическому воспитанию детей. И я просто никак не мог мимо пройти наших кадетов. Вот именно постановка вопросов, постановка ответов была направлена на то, чтобы, во-первых, отдать правдивый и реальный жизненный ответ. И, во-вторых, детей направить действительно на конструктивное решение вопросов, на позитивный лад, на то, что в жизни трудностей нет. Есть просто решение вопросов. И самая главная борьба, как я уже отвечал, думаю, с кадетской борьба с собой. Преодолеешь себя, преодолеешь любые вопросы в жизни. Ученики кадетских классов задавали вопросы гостю разного характера. Здравствуйте. Какая ваша форма успеха? Форма успеха? Пришел в бизнес-контридент. Какие вы больше всего получали отзывки в школе? Честно скажу, я хорошо учиться. В школе не стремился. Но когда я закончил 11 класс, у меня было 13 пятерок и 6 четверок. Проект не был ни одной. Почему были такие оценки? Мне было интересно учиться. А оценки, я думаю, как и награда, это всего лишь побочный эффект учебы. Задавали вопросы не только учащиеся. Александр Степанов поинтересовался у школьников класса судебных приставов. Что нового они узнали, обучаясь в кадетских классах. Мы и увидели много нового, мы и посещали УФУ, посещали разные присяги. Это было очень интересно. И само учение в классе кадетского, наверное, дает узнать много нового. А именно судебного пристава – это изучение законов и многое другое. Также старший пристав признался, что приглашение на такие типы мероприятия он принимает охотно. Служба приставов открыта для общения с любыми учреждениями, организациями. В частности, вот в своем лице я всегда охотно откликаюсь на подобные мероприятия, провожу определенные, скажем, вопросы-ответы. Мне предоставляют слово на школьных линейках. И я считаю, что такие мероприятия проводить необходимо. Это дает детям модель самореализации в жизни. Это им помогает самоопределиться. То есть скопировать модель успешной реализации себя в жизни и исследовать этой модели. В рамках волонтерского движения Александр Степанов вместе с активистами Кумертаусского отдела судебных приставов посетили детский дом в селе Маячный. Подобные встречи с воспитанниками детского дома стали доброй традицией. Активисты общались с детьми в игровой форме. Подарили ребятам книжки, альбомы, краски и другие канцелярские товары. А также дети получили от волонтеров сладкое угощение. По словам активистов волонтерского движения, посещение детского дома позволяет им скрасить жизнь детей. И напомнить ребятам, что они не одиноки. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Акция «Внимание, дети!» – ежегодное профилактическое мероприятие, которое проводится инспекторами ГИБДД совместно со школьными отрядами ЮИД. На днях акция прошла и на площади Советов. Отряд юных инспекторов дорожного движения работает в третьей школе с 2013 года. Учащиеся занимаются пропагандой правил дорожного движения в городе и устраивают тематические мероприятия для школьников и взрослых. Акция «Внимание, дети!» – как правило, проводится на наиболее оживленных участках автомобильного движения в городе. В очередной раз она была организована на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина. «Мы приготовили вам эту памятку. Пожалуйста, ознакомьтесь и будьте внимательны на дороге». «Будьте внимательны и бдительны, потому что у нас все водители, в той или иной степени это все родители. Вот я вижу, у вас кресло есть даже. То есть всегда пристегивайте ребенка в детскую державшую устройство. Будьте внимательны на дороге». Данная акция проводится с целью предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках данного мероприятия отрядом юных инспекторов дорожного движения «Школа номер 3» были приготовлены плакаты и обращения к водителям и пешеходам. «Мы члены школьного отряда «ГИД», «Школа номер 3» обеспокоены безопасностью детей на дорогах. И поэтому проводим сегодняшнюю акцию. Цель акции – уменьшить количество травм на дорогах и обезопасить движение на улицах нашего города». «В целях безопасности пешеходов мы установили акцию «Внимание, дети». Мы разработали специальные памятки для пешеходов и водителей, чтобы они были внимательны на дороге и не попадали в ДТП». Юидовцы очень ответственно отнеслись к мероприятию. Готовясь к акции, они не только приготовили яркие плакаты с обращениями к водителям, но и сами внимательно изучили правила дорожного движения. Под руководством инспектора по пропаганде ГИБДД ребята раздали памятки автомобилистам и пешеходам. «Акцию мы проводим не первый год, она у нас проводится перед 1 сентября, перед каникулами. Мы усиливаем бдительность, то есть расставляем посты наряды по городу Кумерталу. Снижение у нас происходит по ДТП, но рост детского дорожного транспортного травматизма у нас все равно идет. То есть у нас дети страдают на дорогах и по своей вине, и по вине водителей, но серьезных таких ДТП не было. В основном дети получали незначительные травмы, это синяки, ссадины». Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Читайте детям книги, а не нотации. Известный афоризм с глубоким смыслом. Чтение книг взрослыми приобщает к чтению и детей, что отражается положительно и на эрудиции ребенка, и на успеваемости в школе. В субботу Центральная детская библиотека пригласила в гости самых читающих детей, их родителей и нашу съемочную группу. Доктором каких наук представлялся Карабас-Барабас? Что пытались выведать у мальчиша-кибальчиша проклятые буржуины? И как называются монеты, на которые Буратино купил билет в театр Карабаса-Барабаса? Постоянные посетители детской библиотеки на подобные вопросы отвечают молниеносно. Своеобразный экзамен для юных читателей в выходные дни подготовила детская библиотека. Сказочные предметы из волшебного сундучка и телеграммы из сказок помогали ребятам быстро и ловко отвечать на вопросы экзаменаторов. Помимо проверки знаний, самых читающих ждала церемония награждения. Библиотека подвела итоги конкурса, объявленного еще весной. Суть конкурса простая. Кто прочитает больше книг за лето, тот и победил. Статистика говорит о том, что интерес не падает, слава богу. Читатели у нас хорошие. В основном откликаются, когда мы им предлагаем участвовать в этих конкурсах. И вот, как видите, из 60 участников 20 были награждены. Это самое активное. Это самое активное, да. Кто дошел до конца, кто получил наибольшее количество баллов, ответил правильно на все вопросы. Артамкина Полина за лето прочитала 51 книгу. Помимо сказок и детских рассказов, девочка предпочитает детективы, которые, в свою очередь, ей посоветовали в библиотеке. Я читаю в свободное время. Бывает вечером, на каникулах почти весь день. Были сказки, истории. И Сухинов Сергей стал писать продолжение «Изумрудного города». Я сейчас читаю эти книги. Еще один рекордсмен по чтению – Кувшинов Роман. Пока его излюбленным чтивым являются детские рассказы. Дома у меня в комнате целая полка с книгами. А компьютер? Компьютер у меня тоже есть. А что интереснее, книги или компьютер? Книги. Русская народная мудрость гласит «Дом без книги, день без солнца». Родители юных книголюбов на личном примере демонстрируют детям, что чтение – абсолютно не скучное занятие, а увлекательное, полезное и полное ярких впечатлений приключения. Нужно показывать книгу первее компьютера. И как можно больше читать. И читать в удовольствие. Чтобы ребенок видел, что это нравится вам, это нравится окружающим, и это, конечно же, будет нравиться самому ребенку тоже. Рано начал читать, с четырех лет читает. И рано в библиотеку. Много интересного. И сам рвется сюда. Уже интересно ему читать книги разные. Вопрос, как привить ребенку любовь к чтению, волнует многих мам и пап. Работники библиотеки советуют – отложите просмотр любимой телепередачи и впустите в дом книгу. И тогда, возможно, и ваш ребенок с большим удовольствием окажется в этой очереди. К новостям спорта. Кумертавские спортсмены продолжают покорять мировые соревнования. На этот раз отличился кикбоксер Роман Суняев. Как проделывал он свой путь к первенству мира и как приняла его такая страна, как Ирландия. Расскажем далее. Все начиналось с первенства России, который проходил в Екатеринбурге. Роман ехал в качестве чемпиона, и тут его ждала снова удача. Весить до 54 килограмм участвовало 20 спортсменов из разных городов России. Роман провел три боя, где одержал довольно спокойные победы. В финале достался соперник из Дагестана. И вновь победа досталась нашему земляку. После чего получил приглашение на чемпионат мира. Когда занимаешь первое-второе место на первенстве России, тебе дает, ну, как бы, ты попадаешь в сборную России. И вот, и из сборной России ты можешь принимать участие на международных соревнованиях. Европа, мира. Вот, в этом году проходила мира. И, ну, мне прислали приглашение, то, что, ну, заявку, то, что я могу участвовать там в составе сборной России. Первенство проходило в Ирландии. Перед тем, как поехать за границу, Роман проходил учебно-тренировочные сборы в Подмосковье. Тренировки проходили две недели. По словам Кумертаусца, спортивная подготовка далась Роману очень тяжело. Было по три тренировки в день. Очень, ну, ранний подъем. То, ну, в полседьмого. Вот, мы шли на зарядку. Зарядка проходила от часа до полтора часа. Но это не такая зарядка, как вот, ну, как показывают по телевидению. Там совсем все по-другому. Вот, после этого у нас была, ну, была тренировка. Тренировочный процесс прошел на славу. В хорошей физической форме спортсмен прибыл в Ирландию, где провел три боя. Сначала с легкостью одолел итальянца, а в полуфинале был повержен противник из Казахстана. Лов, лов! Вот наш лов! Лов! Молодец, Роман! В финале вновь Роман столкнулся с серебряным чемпионом России, спортсменом из Дагестана. В тяжелейшем поединке наш земляк уступил сопернику. По словам Романа Суняева, это была судьба. Я не могу сказать, что я точно проиграл, потому что там есть некоторые сомнения. То есть, был он честный судей? Ну, возможно, потому что я ничего не буду сейчас грешить. Он тоже молодец. Он так же старался, так же готовился. Ну, такая судьба, значит. Роман вырезал большую благодарность своим родителям и жителям города за финансовую поддержку. Полностью оплатили поездку, это мы, то есть с женой. Мы оплатили эту поездку полностью. И огромное спасибо тем людям, которые действительно помогли, скидывали деньги. После проигрыша Роман не собирается опускать руки. Впереди у него длительные тренировки и подготовка к следующим спортивным соревнованиям. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова